Здравствуйте, дорогие родители! Добро пожаловать в наш отчетный концерт! Сегодняшний вечер открывает мисс Кристина Саяц, наш преподаватель по танцам. Добро пожаловать в наш отчетный концерт! Добро пожаловать в наш отчетный концерт! Добро пожаловать в наш лагерь с постановкой «Колобок». Добро пожаловать в наш лагерь с постановкой «Колобок». Добро пожаловать в наш лагерь с постановкой «Колобок»! Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 на стола. Положили голову как печку. Да, сами спать не греть. А головок в три утра просыпается и орать начинает. Вы, старики, вы печку не выключили. Дом горит. Быстрее просыпайтесь. Эвакуироваться надо. Не просыпаются старики. Подъезжал он к телефону и набирает номер 101, чтобы вызвать пожарных. Говорит, что печка загорелась, что я на улице Пушкина дома Колотушкина. Приезжайте, пожалуйста, побыстрее. И убежал пожарный. А в это время дед с бабкой просыпаются. Органы понимают, что вот дыр защищает себе органы дыхания и поползли. А в это время пожарные приезжают и дом душить начинают. А колокол на бабку с деткой обиделся, что дом подожгли, чуть его самого. Так же не подожди. И решает он им записку оставить и в лес уйти. Все равно старики ничего не поймут. А старики ищут колобка, думают, куда же пропал наш колобок. И бабка увидала записку, где-то послала и читать начинает. Я колобок, я отправился в лес на север по азимуту в озере. Если хотите меня найти, то вы все это сможете найти в области. Не понимают старики, что за бомбас, азимуты, какие-то стороны света. И решают наугад пойти. А в это время колобок в поле сушлынды и думают, что-то темно стало, надо бы на укрытие сделать. Нашел он себе два петна и плащ-палатку. И думает, что-то холодно, надо бы на огонь сделать. Нашел себе листу, веток, парку. И думает, чем бы это все пожечь? А пожечь надо огнем, но огонь, видимо, этого не упомя. И нашел он огнем на полу. Пожжет огонь и второй раз зашелся. Сидит, греется и спать ложится. Темно же. А в это время деды в актерболь и идут, идут и видят дым вдали. Побежали на дым, нагреться же надо. Сидят у костра, греются и видят колобка лежащего. Сток, что ли? Боже мой, жрать нечего. И решают они колобка сожрать. А колобок от боли просыпается и орать начинает. Вы, старики, вы мне ни дыхание не протклили, ни пульс не прощупали. Меня с живого сожрать хотели, блин. Второй раз убить пытались. А пока старики прощения просили, уже и утро нам стало. И решают из леса выбраться. А там дача как будто. Идут по лесу. Идут они и видят, мешок валяется. Думаю, не касаторы проехали, что ли? Глупые касаторы. Открывают мешок, а там целых 15 рублей. Берут дачу от этого города и покупают себе хату трехэтажную, огнетушители порошковые, аптечку, учебники по выживанию. И сигнализацию. А вы спросите, а почему же на 15 рублей столько много купили? Это еще тогда было, когда доллар же все три копейки стоил. В общем, в общем, жили они долго и счастливо, пока налоги не подняли. А моральцы и сказки такова, что огонь может быть так и другом, так и другом. Окей, давайте, родители, давайте сейчас обтопнем от этих небо-бонусных флок-пастеров. И посмотрим мультики, которые выставали вместе с калантливым педагогом Анной Рыбаковой. Калджи паста, як, дисгастин. Поехали. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok